Они не просто выстояли, они сохранили в себе человечность. Это основная тема памятного вечера. Фото людей, представленных на этой импровизированной галерее, известны многим поколениям. Ведь всегда, когда речь заходит о невиданной в истории битве мирных жителей миллионного города против танково-артиллерийской лавины вермахта, всегда говорят об одном. Город победил только потому, что ленинградцы сохранили свою человечность. Опустились бы до животного состояния, на что рассчитывал враг, и город бы пал без боя. Непокоренный Ленинград так называется сегодняшняя памятная встреча в ДК Леонидовка. И она посвящена беспримерному историческому подвигу, подвигу блокады Ленинграда, которая началась в сентябре 41-го года. Этих людей знают все. Здесь знаменитые певицы, художники, актрисы. Они прославили свои имена во всем мире. Но они пережили эту блокаду, пережили, сохранили свою человечность и передали нам свою эстафету. Алиса Фрейдлик, Янина Жеймо, Илья Глазунов, Галина Вишневская, Сергей Филиппов и многие другие. Их знают как творцов, принесших свет и надежду. Янина Жеймо создала бессмертный образ Золушки в первые послевоенные годы. И светлее этого образа просто нет. А ведь выжить в том умирающем от голода городе было практически невозможно. В истории человечества такого быть не может вообще-то. Это, я не знаю, что это такое было, но это было в форме на уничтожение человека, как русского человека, с земли. Но все-таки мы выжили и продолжим жить. И дальше фашизму места нет на этой планете. Любая война всегда проходит по судьбам людей. И пример Ленинграда всегда будет об этом напоминать. Несмотря на то, что якобы существуют победоносные войны, кому-то выгодные. Одна из самых трагических историй Великой Отечественной войны. 470 тысяч захороненных. На экране Пискаревское кладбище. Скульптура Родины Матери. Лежат на этом кладбище дети, женщины, мужчины, солдаты, защищавшие Ленинград. Это наша память, это наша гордость и уверенность, что такого больше не повторится. Очень дорогая заплачена цена. Сергей Берзин, Константин Химичев, Первый Матичинский.